и всем привет дорогие друзья с вами как обычно дриллер русская рыбалка 4 и моя прокачка аккаунта доночника а это 26 долгожданная вами серия сожалению друзья не все в жизни происходит так как хотелось бы и хотелось бы выпускать такие серии чаще но к сожалению у меня не получается прошу отнестись к этому с пониманием и последующей серии они конечно же будут 27 возможно и 30 будет когда-нибудь и мы обязательно доведем данные аккаунта до кроповиков это прям по-любому но опять же друзья сколько уйдет на это времени я к сожалению не знаю и сказать вам не могу потому что ну действительно друзья как я уже сказал все происходит не так как хотелось бы лично мне по крайней мере поэтому выход следующих серий я даже примерных сроков не могу вам назвать сколько это будет месяц два полгода а потому как аккаунт уже 24 уровня мы сейчас об этом поговорим конечно же и чтобы действительно наиграть какой-то контент чтобы что-то показать ну уходит очень много времени а есть и другие как бы дела есть и другие прокачки прокачка спингиста кто не знает ссылочку оставлю в закрепленном комментарии к этой серии именно поэтому серии по прокачке аккаунта доночника выходят не так часто как многие хотели но тем не менее 26 серию вы уже смотрите а с момента выхода 25 серии прошло достаточное количество времени мы на данном аккаунте проводили стримы общались с ребятами и если вы также хотите прийти на стрим обязательно подписывайтесь на канал а также можете посмотреть и стримы в записи ссылочку на плейлист со стримами я оставлю в описании на стримах мы уже довели данные аккаунту до 24 уровня на фармили определенное количество серебра сейчас я естественно все покажу но прежде друзья нам нужно сдать катушки в ремонт потому что ремонт будет длиться достаточно долго а именно два часа поэтому давайте быстренько сдадим катушечки и продолжим наш разговор еще сразу хочу наверное отметить что данная серия будет наверное больше разговорная потому что есть что сказать есть что показать и по большей части будет много болтовни много воды и все как обычно но извините как могу так собственно и делаю в общем нам нужно заменить фрикцион на данных катушках потому как износ уже 17 процентов и с момента после предыдущего ремонта после предыдущей замены фрикциона удалось на фармить порядка 6 а может быть 7000 точно не помню сколько было на балансе когда катушки я забрал из мастерской сейчас можете заметить что у нас на балансе 8000 это было на фармлив на карпах а также на лещах ну по большей части все же карпы дали хорошие плоды на самом деле на медвежке где мы и трофейного амура зацепили на 30 килограмм вот этими катушками но и так торфейчики проскакивали в общем было круто давайте ставим на ремонт 2 часа времени он займет я буду ремонтировать тебя две катушки сейчас объясню почему потому что третью друзья катушку мы с вами сейчас будем приобретать новую катушку он более мощную катушку сейчас все покажу а 3 катушка которая мне есть титан она уходит у нас она фидер астерия да конечно катушечка гораздо мощнее чем сам фидер астерия 7 и 8 килограмм и мне нужно заменить леску ввиду того что износ достаточно большой мы сейчас конечно же с вами все это дело сделаем но уже будем использовать не шнуры на 350 метров до а непосредственно нейлоновую леску потому что спутник титан имеет хорошую объемную шпулю и смотрите сколько сюда помещается метров лес а размотка всего у нас 350 метров сейчас мы это все ребят будем потихоньку исправлять катушечку я поставил на получается лещевую свою сборочку здесь фрикцион также убит на 14 процентов но для ловли леща данного фрикциона еще будет более чем достаточно реально будет более чем достаточно а две катушечки мы сейчас дождемся ремонта но это будет за кадром как бы да потому что два часа болтать я не собираюсь да и смотрите я думаю вы тоже не собираетесь два часа пока катушки отремонтируется а потом еще рыбачить на медвежке на какой-нибудь а мы сегодня с вами друзья порыбачим на медвежке и порыбачим на новую катушечку к сожалению денег у меня есть только на одну катушку из трех то есть нужно будет еще 2 до купить но опять же об этом чуточку позже с момента выхода 25 серии до ночной ловли у нас прокачано аж на 72 процента что уже в принципе в свою очередь неплохо и мы можем прокачать петлевую оснастку данная снаточка неплохо себя показывает да в принципе как и другие оснастки тоже неплохо себя показывает у меня же прокачан патерностер я в принципе более чем доволен этой оснасткой поэтому петлевую переходить я не буду я останусь пока еще на оснастке патерностер и еще длительное время буду ловить непосредственно данной оснасткой позже возможно будет прокачана и петлевая оснастка у меня есть свободные очки навыка в количестве 9 штук за все уровни которые мы повышали я ничего не распределял специально я оставлял этот момент до выхода 27 серии и сейчас мы сделаем с вами следующий момент мы прокачаем приготовление прикормки до 5 чтобы у нас прикорм был более качественный и не было вот этих прикормок типа там восьмое седьмое качество в общем у нас теперь прикорм прокачан полностью и это круто на самом-то деле но прикормка прокачано всего на 50 процентов немножко подзабил я на этот момент и это зря на самом деле но потихонечку я буду прокачивать но опять же потихонечку дальнейшем конечно же займусь прокачкой приготовления прикормки но это будет позже когда соберу карповики и когда у меня будет укомплектованы все три карповика а мы обязательно будем покупать карповики но опять же чуточку позже у меня еще есть в наличии свободные очки в количестве 7 штук и я буду прокачивать собственно использование без инъекционной катушечки на все пять очков давайте прокачиваем по-быстрому и у нас остается два свободные очка что мы будем с ними делать в целом смотрите друзья получается следующая картина добыча наживок у нас прокачано полностью то есть червячков мы добываем более чем достаточно прикорм прокачан полностью сюда больше очки вкладывать не нужно приманки нас не интересуют в кулинарию очки не вкладываются спиннинговая ловля естественно нас тоже не интересует как и поплавочная куда потратить два свободная очка навыка у нас есть такой момент как ловля карповым удилищем и в дальнейшем мы конечно же будем ловить карповыми удилищами но карповые удилища будут покупаться гораздо позже поэтому мы потихонечку уже начнем их прокачивать но ловить пока еще мы ими не будем потому что первоначальная наша цель укомплектовать вот эти три фидера новыми катушками пойдемте покупать а покупать я собственно буду белый калибр как в принципе я и говорил вам по моему в 17 серии если не смотрели посмотрите я там рассказывал почему выбираю титаны и почему буду сейчас покупать белый калибр но к сожалению белый калибр у нас только один а нужно еще приобрести два штуки то есть нам еще нужно порядка одиннадцати тысяч на балансе две тысячи и вот именно поэтому друзья серии выходят крайне редко на стримах которые бывают к сожалению опять же не часто и они зачастую дневные мы фармим и зарабатываем деньги также повышаем уровень долго серии не выходило почему потому как калибр доступен только с двадцать четвертого уровня то есть мне нужно было апнуть 24 уровень как можете заметить уровень апнут катушка приобретена и в целом то мы можем ее уже использовать то есть мы сюда ставим белый калибр а у нас тут есть леска на двадцать с половиной килограмм и ввиду небольшой экономии так как вроде лесочка еще более чем живая я обновлять леску не буду единственное что друзья единственное что друзья фидерные поводки ну во первых износ 17 процентов его действительно стоит заменить по крайней мере с использованием белого калибра но заменять на 18 килограмм когда у нас сила фрикционного тормоза в 17 с половиной килограмм будет наверное немножко нецелесообразно именно поэтому мы с вами заходим в поводковые материалы а естественно под глину так как в большинстве случаев мы ловим с типом дна глина мы будем приобретать поводковый материал коричневого цвета и будем приобретать его на 22 килограмма да друзья это прочнее моего фидера это прочнее моего фидера но если играть друзья фрикционом страшного в этом ничего не будет главное следите за за тем насколько у вас затянут фрикцион то есть не выше 29 иначе можно лишиться бланка удилища а это как вы знаете не очень-то и круто но друзья смотрите у нас лидкор 20 и 4 килограмма как в принципе и леска поэтому более прочный лидкор и я покупать не буду для кого-то это покажется неправильно но я возьму фурнитурку на двадцать три и восемь за пять монеточек и поводок мы с вами сделаем получается 22 и 6 и фурнитурка будет 23 килограмма мы не будем нивелировать вот это вот чтобы типа была как и прочность лески почему сейчас объясню сейчас делаем быстренько поводочек готово смотрите друзья износу поводков достаточно быстрый и минус 20 процентов от вот этого поводка это минус 3 килограмма то есть он выдержит уже 15 килограмм они 18 и износ у поводков достаточно быстрый и поэтому мы сделали поводок на 22 и 6 потому что износ теряет прочность и чтобы на дольше хватило данного поводка я сделаю 22 и 6 но друзья опять же напомню что у меня более слабый лидкор и у меня более слабая леска в случае каких-то непредвиденных ситуаций у меня порвется либо лидкор который кстати тоже с небольшим износом либо леска то есть бланк удилища мой останется жив но и в очередной раз повторюсь даже если вы поставите сюда более прочную леску более прочный лидкор и поводки фрикционом играть можно главное не клинить катушку и все у вас будет хорошо так как прочности механизма у данного калибра равна примерно 37 38 килограмм это явно выше прочности данного бланка но ребят играем просто фрикционом и проблем быть не должно роста фрикционом поэтому я надеюсь я более доходчиво объяснил почему у меня поводок более прочный виду того что ну часто пишут в комментариях типа улл ты поставил тип прочный поводок такой прочнее твою бланка ты типа ничего не понимаешь да и т.п. я как раз таки все прекрасно понимаю и я играет фрикциона африкционность 17 килограмм а прочность фидера 21 я не должен свою оснастку потерять еще что хочу поменять свои рыбалки так это крючки мы использовали но относительно недорогие крючки вот от такого производителя это кобра у меня их три штуки но мы ловим с вами оснасткой под названием поп-ап и для такой оснастки есть специальные крючки ну к примеру вот такой вот зенит крючки отлично работают с оснастками типа поп-ап или снеговик но откровенно говоря мне такая форма крючка не очень нравится есть в рыболовном магазине еще вот такие зениты которые также отличные варианты для поп-ап насадок мы купим непосредственно три крючка от компании уже зенит вот так вот три крючочка взяли небольшие обновочки как я уже вам друзья говорил ранее нам нужна нейлоновая леска с размоткой в 350 метров для чего для того чтобы поставить на лещевую сборочку мы не будем брать дорогую потому как это ловля леща возьмем за 34 монеточки и нам опять же этого будет более чем за глаза вот примеру на 10 килограмм давайте возьмем и смотри чё здесь у нас теперь катушка титан а мы сюда ставим нейлон и помещается 452 метра и этого как бы будет маловато я ставлю данную катушку сюда для чего потому что у меня если я правильно помню 4000 катушки спутник они будут выматывать медленнее леску ввиду того что шпуля меньше ну передатка да здесь конечно хорошее 5 и 2 но катушечка титан достаточно бодрая несмотря на то что у нее передача не число 4 3 но у нее восьмитысячная шпуля и леску она будет выматывать быстрее и поэтому друзья шпулю нужно заполнить полностью в данный момент как можете заметить у меня шпуля заполнена только на 350 метров из 452 то есть грубо говоря 102 метра еще не намотана поэтому данная леска ну как бы не очень сюда подходит поэтому мы ее возвращаем в рыболовный магазин и покупаем уже такую же леску нейлоновую но уже на получается сколько 16 килограмм теперь мы ставим суда леску 16 килограмм до и уже 257 метров для лещевой сборки более чем достаточно то есть лещи и ловить мы можем но как говорится более чем дальше друзья что нам нужно обновить нам нужно обновить вот эту леску но 20 процентов износа здесь нет 7 килограмм уже давно и вываживать лещиков но становится тяжелее поэтому нужно будет заменить давайте посмотрим 7 и 2 280 метров ну в целом-то мне этого достаточно давайте зайдем опять же сюда же просто смотрите такой момент если я такую же нейлоновую леску куплю для задела скажем так на будущее то такой лески помещается на шпулю всего 50 метров а это будет действительно не хватать почему мы потому что вы сами знаете если ловите лещей что иногда плюют карпы и разматывают достаточно сильно и 50 метров это но никуда не годится как вы помните на старом остроге я неоднократно обходил остров там мост чтобы поймать какого-то карпа там на 7 килограмм на 10 поэтому лесочке мне нужно достаточно много именно поэтому мы будем брать плетеный шнур я не буду сильно заморачиваться там на 10 килограмм брать чтобы типа за делом на будущее потому что в дальнейшем мы все равно перейдем на нейлоновую леску в дальнейшем сейчас я возьму две намотки по 56 монет мы тратим еще соточку и ставим получается уже без износа 280 метров 350 размотка и сейчас я уваживать буду более чем то есть и с износом когда у меня была леска я фрикцион даже на этих катушках затягивать не мог с учетом того что здесь износ фрикциона ну тут два процента к примеру здесь а здесь 10 я не мог как бы затягивать понимаете вот такие вот моменты это так что леску однозначно нужно менять здесь фрикцион 3 3 более чем достаточно так момент ставим новую лесочку все 7 и 2 килограмма нам более чем достаточно пока потому что в дальнейшем как я уже сказал мы будем ставить сюда нейлон мы наши катушки спутник который сейчас в ремонте после замены на белый калибр будем стоять на наши лещевые сборки чтобы более быстро доставать рыбу это я считаю будет круто дальнейшем когда нибудь может быть опять же это не точно мы заменим вот эти фидеры на что-то более скажем так но не уловистое но более прочное что-то типа palmar а либо camo phantasia то есть тут уже прочность будет гораздо выше и примеру если я там пойду за ленем я не буду испытывать такой дискомфорт с поводками там на 6 килограмм то есть я смогу поставить там и на 10 и даже на 13 а быть может мы когда нибудь доживем до тех моментов и купим бунисаны но это откровенно друзья не точно давайте двигать дальше мы сегодня с вами будем ловить на медвежки по медвежки у нас недельные рекорды я просто покажу я знаю на что ловит медовая груша медовый крем кстати 8 номера прям вообще прикольно мы будем покупать естественно бойлы потому как наживки у нас практически нет той по крайней мере которая нам нужна папа бойлы нам нужны и мы ищем медовая груша и медовый крем у меня кстати имеется медовый крем мы конечно же будем брать не сильно крупные давайте возьмем я думаю 75 штук мне более чем достаточно будет потому как но как уже сказал вначале долго рыбачить я не буду все же основная цель данного выпуска данной серии прошу прощения 26 показать что я собрал и куда буду двигаться дальше но об этом еще возможно поговорим по ходу нашей рыбалки теперь нам еще нужны дипы дикий мед я возьму дикий мед у меня кстати есть 35 порций но нужно будет докупить виду того что у нас бойлов гораздо больше чем 35 штук по прикорму к сожалению я ничего не могу сделать хотя нет смотри горный мед а видите он недоступен мне 60 процентов нужно то есть можно было бы попробовать сделать какой-то прикорм типа на карпа там с медом либо груша давайте посмотрим кстати но 60 процентов мне нужно то есть 10 процентов мне еще нужно докачать и нужно обязательно этим моментом заняться потихонечку кстати почему бы и нет у нас смотрите получается приготовление прикормки докачано до компонентов пятого уровня это добавки а точнее ароматизаторы конопляное масло конопляное масло 3 мята 5 и кукуруза 4 то есть нам конопляное масло будет более чем выгодно мы возьмем с вами ну не знаю сколько сколько сделаем давайте немножко правда потратимся и возьмем 175 5 525 до 250 замесов да но мы возьмем 250 замесов и давайте посмотрим здесь прикормка сколько у меня комбикорма комбикорма у нас 66 то есть мне еще нужно 200 купить комбикорма чтобы я смог покачать непосредственно приготовление прикормки потому что прокачивать данный навык нужно и не стоит об этом забывать так но в целом друзья я наверное вам все рассказал по данному аккаунту что здесь произошло за то время пока мы стримили они записывали серии единственное что я хочу наверно показать статистику я поймал вот такого белого амурчика на стриме на сборочку с титаном которую мы собирали в 17 серии опять же новички вот рекомендую к просмотру либо минимальная карповая сборка есть ссылочка также в описании на ролик вот такого амурчика мы поймали с вами на медвежки 17 минут всего уважал и было очень круто ну а ерш ерш это не то карпы это конечно же понятно были пойманы тоже на медвежки трофейные также на ту же сборочку ну лещи это понятное дело мы их ловили там не переловили трофейных на всяком старом остроге больше к сожалению тут ничего интересного нет плотву и по-прежнему закрыть не могу кто помнит кто в курсе я думаю вы прекрасно знаете где это плотва давай покажу а вот она плотва 3 грамма трофея мне не хватило и не хотят давать мне трофейную плотву почему-то казалось бы такая простая рыба которую ну люди пачками ловят я не могу закрыть и кстати друзья кстати а давай посмотрим вот такой момент недельные по плотве плотва 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 где ты есть плотва сура ручейник интересно интересно мы знаете я хотел отправиться на рыбалку на старый острог половить леща а может быть мы с вами лучше поедем и половим плотву на суру тем более на суре мы с вами еще не были а 24 уровень открыт но прежде предлагаю сделать прикорм для этой рыбалки то есть нам нужна карамель 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 где ты есть давай карамель прикорм на плотву раз у нас теперь же более качественный прикорм еще получается 9 из 10 хорошо мотыля не хватает сразу мотыля покупаем давай две порции и обратно двигаемся в прикормку на плотву ops 9 из 10 хорошо еще раз ops 9 из 10 ну и прикорм к сожалению не качается а дальше давайте пройдемся по наживке допустим у ручейник у меня имеется но 13 штук я предлагаю купить еще немножечко ручейника можно также купить личинку паденки у меня кстати 18 штук есть давайте добавим еще 30 и можно и можно сырных кубиков купить на ними есть по всей видимости 17 штук да мы купим еще сырных кубиков потому что плотвайна сырный кубик клюет и трофейная но мы еще купим личинку веснянки это дорого 30 монет но как говорится могу себе позволить сегодня гуляем сегодня гуляем и мы с вами сейчас поем ребятки на суру посмотрим на этот водоем я вам покажу что это за водоем для тех кто еще не докачался для тех кто еще не в курсе понятное дело что бывалые рыболовы которые смотрят данный сериал они все это знают но не только же бывалые рыболовы смотрят поэтому имеет смысл показать но прежде а кстати нет мы сразу едем на суру мы сразу едем на суру я еще кое-что покажу поехали и так да здравствует сура родные края родные края кафешечка вот такая давайте сразу найдем администрацию продуктовый нас не интересует это рыболовный магазин кстати весьма хороший как и волховский то есть в наличии есть все поэтому если чё на суре можно все покупать и ценник идентичные с волховым мало ли кому это интересно единственный момент друзья я не знаю где здесь администрация вот из края вот наверно администрация это у нас получается мастерская нас она не интересует нам нужно пром товары это пром товары друзья а где администрация на этом прекрасном водоеме ой коровы орут разрабы молодцы а где администрация прикинь я не знаю где администрация будем искать нашел нашел это здание мы конечно же купим карту суры давайте посмотрим на этот прекрасный водоем вот пожалуйста вся сура вот тут интересная локация если троллингом уходите заедьте обязательно хотя бы просто посмотреть весьма красиво мне нравится ну не только же ловить рыбу в этой игре можно и посмотреть на красивые просторы по рыбалке что у нас значит на этом водоеме за баней вот она так называемое место где в принципе частенько ловит там осетров самов и т.д. и т.п. с берега я имею ввиду также прекрасное место 72 13 в эту яму забрасывать ну также сазан там сом осетр когда-то еще ловили здесь блин бывалые времена при ностальгии какая-то ловили в этой яме также сазанов осетров принять что-то такое мельница хотелось бы вам показать эту мельницу возможно покажу в этой серии проект локацию мало кто знал немало кто знает новички точно практически все не знают да и бывалые рыболовы зачастую не знаю что тут можно половить толстолоба белого что интересного есть еще на суре на суре есть пасека находится вот здесь сейчас я вам это покажу а также есть на суре домашние продукты как и на получается реке в юнок давайте сразу отправимся покажу вам домашние продукты это находится в поле опять же не все знают про это и стоит действительно показать чтобы вы понимали что можно покупать там яйца комбикорм не только на реке в юнок но и на суре вдруг вы здесь оказались но для этого придется выйти скажем так в поле в чистое поле здесь есть фермер такой же в принципе как и на в юнке находится это за получается деревней выходите и двигайтесь в поле к огороду скажем так ну короче курс держим на получается трактор ну и как только до трактора добрались тут уже собственно тут уже собственно недалеко вот он собственно этот фермер такой же как на в юнке такой вот домик невзрачный и вот фермерские продукты где мы с вами будем покупать комбикорм а комбикорма нам насколько вы помните нужно купить 200 порций чтобы полностью можно было замешать прикорм остается 1600 серебра вот так вот вот так ну а также на реке сура имеется пасека где также кое-что можно приобрести смотри главное попасть главное попасть пасека тут можно купить мед липовый его нигде не купите только на суре а также медовуха вот такие вот есть изыски на этом прекрасном водоеме но сильно рассматривать водоем мы не будем потому что у нас сегодня немножко другая цель давайте все же половим рыбку я предлагаю попробовать половить плотву на реке сура на белом озере да на суре есть еще так называемое белое озеро но вот она собственно на карте если вдруг кто не знал где можно половить плотвичку можно половить красноперку карася а также иногда залетают угри но это для любителей острова что ли который любит посидеть на угрях здесь его тоже в этом болоте можно половить но мы сейчас будем с вами ловить плотву трофейную плотву конечно же но и весьма часто на вот этих вот координатах ловится трофейная плотвичка если кому интересно d8 еще раз повторюсь достаточно часто не всегда 60 44 данные координаты давайте ставим наши бланки удилищ на быстренько сейчас соберемся и приступим к рыбалочке прикорм очка естественно плотву плотву карбоновый поводок первый номер крючка но и поставим дает личинку веснянки клипса здесь 10 метров можно кстати 9 использовать давайте я на 9 клипсе попробую половить что из этого выйдет мы узнаем конечно же чуточку позже делаем забросик 1 годится у нас сигнализаторов здесь нет поэтому будем в тишине рыбку полавливать и сюда поставим давай личинку веснянки на на веснянку скорее все будет меньше поклевок но я хочу половить непосредственно трофейную рыбу то есть не преследую в данный момент какого-то фарма либо еще чего-то я хочу просто попробовать половить трофейную рыбку на плотву и здесь мы поставим сырный кубик отлично клипса также 9 метров снасти заброшены ждем поклевок ну в общем не докачал я прикорм к сожалению до 60 процентов весь прикорм все 250 крафта я сделал меня 58 и 4 процента приготовления прикормки то есть 250 замесов у меня выходит 8 и 4 процента принципе я считаю неплохо хотелось бы конечно докачать до 60 процентов непосредственно но по всей видимости сделать это не получится осталось нам дождаться друзья когда катушки можно будет забрать еще примерно час постою здесь на сурье белое озеро но с клевом плотвы по крайней мере все грустно как можете заметить ни одной плотвы нет есть только к россии один длинечек так вот где ты пряталась наконец-то трофейная плотва рубль 88 хороший экземпляр до редко не хватило прям чуть-чуть наручейника кстати говоря если кому интересно все тоже клипса 10 метров все в принципе тоже что и было на предыдущих координатах то есть на 60 44 но это координаты 53 50 тоже сура тоже белое озеро только немножко правее то есть я до этого стоял здесь как можете заметить плотвы не было вообще ну там одно окей я поймал это и не пойму как я это сделал и вот 6 минут назад зашел на эту точку и как можете заметить и здесь рыбка то есть она как раз таки плотва поэтому но почему бы не постоять не половить пока опять же катушки в ремонте и так катушки наши готовы отправляемся на волхов прежде давайте сдадим рыбку за полтора часа но трофейная плотва была поймана а это самое главное я думаю мы вернемся еще на этот водоем чтобы половить трофейчиков а именно плотвичек 65 монет скромных но я на самом деле туда пришел непосредственно чтобы поймать трофейчика а не пытаться ловить там не знаю и фармить серебро но теперь медвежка на ждет в путь и так медвежка здравствуй давайте с вами попробуем наконец-то половить на нашу новую катушечку так подожди к нам нужны и импульсы наша новенькая катушечка калибр сейчас мы конечно же на нее половим сборочка окей ставим другие крючки папа бойл плюс искусственная кукуруза медовая груша 16 а также медовый крем 14 и deep дикий мед отлично клипсу 22 замечательно сразу скорости проводочки фрикцион пока ставим на 20 потому что не знаю как вся чё поведет пока что 20 отлично первый забросики есть так давай тут у нас получается получается титан кстати почему на сквер тип на 28 надо на 42 поставить здесь также меняем крючок поводки конечно с износом но я думаю они еще поработают и у меня если чем мы можем новые сделать без проблем давайте дикий мед дикий мед так здесь мы знаем что фрикцион на 29 вполне себе держит клипса тоже 22 метра и давай вперед отличненько отличненько так еще осталась одна сборочка нас время блин 22 20 ночи темно титан конечно же тут классический поп-ап литкорчик шнур так крючок меняем все быстренько собираем и будем уже ждать мой банановый удар дикий мед кстати первая поклевочка есть интересно прям поклевочка на новую катушечку хочется попробовать поймать рыбку потому что титана это хорошо но не всегда нет на самом то деле титан это хорошо но она же теперь есть обновочка а ну понятно чтобы рыба клевала покрупнее было бы вообще прям супер что это у нас а карась и я понял первая поклевка карась серебряный естественно так подожди не трофейный мы тут тоже поменяем квертип на 42 грамма мы ловим крупную рыбу поэтому поклевочки должны видеть по-любому клипса не добросил в принципе окей в принципе окей так копнем пока поклевок нет энергия сильно не нужно да и покушать не мешало бы поэтому можно разочек другой копнуть ну будем ждать поклевки на нашу новую катушенцию так друзья ну чё могу сказать порыбачил наверное час возможно чуть больше посмотрим более точно чё по рыбалке вышло час 17 дождая рыбачу чуть больше у меня 40 хвостов но тут естественно и карасики есть там да вот достаточное количество не могу сказать что клев бодрый а вот начало моей рыбалки было примерно какое я вам сейчас расскажу то есть собрал сборочку до новенькую скажем основой катушкой поймал на нее карась кого такого и наверное минут наверное 40 50 я вообще ни одной поклевки не видел делал перезабросы менял калипсу просто ну вот не клюет знаете как вот говорится клюет на самую слабую снасть типа да то есть у меня две сборочки с титанами и то есть вот это все было поймано на титаны ну практически все и не помню если честно сколько сколько по времени не было поклевок здесь а потом значит что я сделал у меня здесь стояли 18 поводки я скрафтил 22 вот такие вот поводки то есть теперь поводки везде одинаковые да и в принципе сборки везде одинаковые за исключением катушки и как бы об о чудо первая поклевка но единственный момент на кокососливки я уже то есть даже бойлы менял думал можно другие бойлы будет клевать а нифига не клевала и вот когда поставил везде одинаковые поводки вот оно чудо свершилось первая поклевка карп голый окей на кокососливки затем еще поклевочки я все конечно не помню поклевки но я помню что чешуя точно была на кокососливки там да вот еще голый на семеру тоже на кокососливки по сливки чтобы понимали у меня стоит только на белом калибре потом на десяточку карп то есть как-то клев его нет нет начал появляться я не знаю с чем это связано может быть действительно потому что стали одинаковые поводки может быть потому что я поменял бойлы но опять же как только я поменял бойлы пока не поменял поводки поклевок собственно не было но это может быть какие-то просто домыслы и просто догадки стечение обстоятельств и я утверждать ничего не буду я рассказываю ту картину которая у меня вот произошла то есть после замены поводков я начал нет нет ведь какие-то же поклевки на эту катушечку катушечка 10 приятная но тут пока прям первое такое знаешь впечатление наверное действительно приятная катушечка я конечно немного рыбы на нее поймал но без нос 01 только по механизму и по смазке фрикцион еще ни разу не треснул и вот в этой сборочке на 29 фрикционе она чувствуется прекрасно в желтой зоне все то есть более чем достаточно карп на 10 килограмм вообще без без единого треска фрикционов вылетел за две минуты прям ну не за две минуты утрирует он за несколько секунд просто бах он у тебя уже садки но опять же это первые какие-то поклевки первое какое-то мнение идеально конечно чтобы были три белых калибра они калибр там титан потому что ну я честно говоря люблю когда одинаковые катушки и на кой сборке чтобы не было каких-то непонятных домыслов типа клюет на самую слабую снасть и т.д. и т.п. но она так и происходит действительно вот реально я стоял минут 40 на ловил просто на две сборки вот просто ловил на две сборки то есть на вот эти на эту же вообще поклевок не было вот сейчас вот нет нет что-то начало клевать ну и кстати на кокос и сливки если можете заметить поклевочки тоже нет нет проскакивает не знаю может имеет смысл поставить час мед и грушу суда и тоже будет клевать не знаю стоят мяча скобы кокосы есть поклевки пусть клюет почему нет почему нет зачем чет менять если поклевочки собственно есть поэтому пока буду ловить так я сейчас друзья наверное переключусь немножко фоновую рыбалку то есть не буду находиться постоянного пока как это было на протяжении вот часа двадцать до а будет немножко фоновая рыбалка то есть есть какие дела я наверно записывать этот момент не буду запись только включу уже тогда когда пойдем сдавать садов и не знаю это может быть через три часа там через четыре через пять может быть полный садок мне даже получится наловите мы пойдем пойдем вместе с вами посмотрим человек по деньгам будет и я еще как нибудь попробую рассказать про катушку возможно что-нибудь клюнет интересно и даст прикурить этой снасти но пока как бы максимальный карп который был пойман на белый калибр это собственно карт на 10 килограмм но как я уже сказал он просто вылетел вообще без проблем возможно он и на титан бы вылетел без проблем я не знаю я не буду утверждать ничего но на белый калибр мне пока нравится ловить но опять же это только первое впечатление прям только первая первая рыбалка все более-менее станет понятно наверно тогда когда положишь уже подольше когда что-нибудь тебя помотает какая-нибудь там не знаю трофейная рыбешка а там амур на 20 килограмм примеру в любом случае лично мое мнение что белый калибр будет в разы лучше титана действительно будет в разы лучше титана я прям не жалею что его купил я не жалею я не жалею что я покупал титаны почему да потому что не каждый игрок и не говорю что все так не каждый игрок на 24 уровне имеет даже три черных калибра а тут как бы до 24 уровень есть уже белый калибр и два титана ну и я думаю что к 25 уровню как минимум два белых калибра мне точно будет я так думаю прямо по-любому но сейчас мы пока наверное сюжет рыбачим и фоново записывать ничего не буду потому что пока не так часто буду подходить и но но если будет что-то интересное обязательно в об этом узнаете но и естественно я еще включусь когда пойдем сдавать собственно весь садочек не не знаю сколько он будет возможно со . возможно меньше посмотрим пока общем рыбачим и так еле доловил до полного садка бойлы у меня кончились был небольшой перерыв порядка 20 минут ну и я где-то три ну три с половиной часа наверно ловил но бойлы кончились как я сказал и тут пошла печаль то есть поклевки практически перестали радовать а если радовать то только вот такими вот карпами небольшими ну и пару карасиков кстати трофейных залетела я ловил уже просто на кокосовый крем то есть кукуруза и кокосовый нектар ну бойлы кончились и по поводу того что вываживание в желтой зоне я вам немножко наврал потому что карпики но вот по 10 килограмм которые до 13 килограмм они до в желтой зоне без треска вылетали прям шикарно но вот карп голый он конечно даже немножко дал прикурить я вам скажу пару раз разматывал вот и вот это уважение уже было в красной зоне но не на грани а еще был какой-то запасик а по итогу одной рыбалки фрикцион ну минус 0 1 процент я считаю это в принципе не плохо в отличие от титанов у них фрикцион немножко больше пострадал ноль четыре процента и на втором титане сколько 02 но там были такие экземплярчики как карп зеркальный на 13 килограмм и вот он пошатал конечно титан гораздо сильнее чем голый на 13 килограмм пожатал калибр действительно зеркалом титана он разматывал мне пришлось даже с места сдвигаться чтобы она более быстро достать ту рыбу а вот с калибром белым такой момента не прошел достал более чем быстренько пару черных у меня есть смотри еще цене давайте отсортируем 34 монетки 28 трофейные карасики два штучки но и весь мой лов 700 монет но это за три с половиной часа друзья стоит понимать не могу сказать что выдающиеся результаты либо еще что-то но в принципе 700 монет да ну пойдет это не лучший результат за три с половиной часа им скажу в общем такие результаты друзья почти 800 монет я считаю пойдет 2 400 есть еще 3000 будем покупать второй калибр но это у нас друзья 26 серия как вы помните в дальнейшем будут дальше продолжаться стримы пока мы не накопим серебра до покупки следующей катушки так что если интересно как уже говорил ссылочку на плейлист я оставлю в описании не знаю захотите вы посмотрите в записи либо будете приходить на прямые эфиры ссылочка на плейлист есть в описании так что если чё заглядываем смотрим вот такая вот друзья получилось 26 серия по прокачке аккаунта доночников да наверно по большей части она была разговорная но тому как было что рассказать и нужно было это рассказать но тем не менее мы приобрели новую катушку мы половили на новую катушку пусть не так много было поклевок как хотелось бы но тем не менее маньяна пока нравится посмотрим что будет дальше и если кстати правильно помню то у белого калибра замена фрикциона будет дешевле чем у титана но это мы узнаем со временем на этом же 26 серия друзья будет подходить к концу с вами был как обычно дриллер русская рыбалка 4 и моя прокачка аккаунта доночника вам же трофейной поклевки и до скорого друзья увидимся всем пока и и и и и и и и Продолжение следует...